друзья вас приветствую на канале о сложном просто меня зовут сергей сегодня у нас факт по программированию номер 56 у меня от вас 4 вопроса у меня для вас 28 слайдов так что готовьтесь начнем с самого наверно ну непростого вопроса как распилить монолит с чего начать если у вас опыт работы опыт распила монолита у меня есть опыт распила и в этой связи у меня для вас несколько фактов аргументов замечаний предложений в общем я еще буду озвучивать вы я надеюсь поймете о чем итак самое главное нужно понять что бизнес нельзя поставить на паузы это как бы инвариантно вы понимаете что вам никто не даст время чтобы закрыть один проект написать новый тут как бы и точка второе данные так или иначе вам придется синхронизировать то есть в старой базе данных которая работает в монолит и с новыми базами данных с которыми будут работать ваши микросервисы придется настраивать какие-то синхронизации и надо сказать синхронизации на уровне баз данных это плохая идея потому что потому что это плохая идея сейчас объясню почему смотрите раз у вас появляется две точки входа да в старую базу и новые микросервисы ну так точки входа да то есть откуда вы данные должны поступать эта точка должна быть одна в определенный момент времени в один и тот же момент времени должна быть одна точка входа то есть либо вы пишете данные в старую базу то есть в монолит и потом синхронизируете в остальные микросервисы скажем так или вы уже закрываете на доступ на запись в монолите и открываете доступ на запись в микросервисах и тогда данные все равно должны синхронизироваться в обратную сторону это одна из сложностей которые вам придется решить далее если была бы возможность у вас разделить логирование для монолита ну если оно естественно присутствует то и для микросервисов желательно вот эти вот точки логирования разделить не знаю на каком уровне вы это сделаете там на прям хардварном да так сказать уровне когда там в елку пишутся из микросервисов в елкаст или допустим текстовые файлы в монолите ну в общем это должно быть как-то разделено это просто совет ну и еще один факт данные которые должны синхронизироваться так или иначе должны проходить через бизнес-логику монолит это чаще всего двухзвенная архитектура я не видел монолитов с трехзвенной архитектурой если честно ну то есть когда бизнес-логика вынесена из торт процедуры за скверсервер из эмайса скверсервер если хотите и обычно это двухзвенка значит логика зашита вовнутрь поэтому если вы синхронизируете данные то у вас консистенция да то есть правильность данных не гарантируется вы можете все свои косяки все смеем плохие данные да неконсистентные перелить в это вашего микросервисы и вы получите ну эффект ну я называю эффект сохранения какашек дает когда две бочки одна с медом другая с какашками если их между собой смешать то у вас точно не получится две бочки меда это как бы однозначно да вот и в этой связи данные которые выливаются из одной базы к другой должны проходить через бизнес-логику по идее должны быть какие-то API наружу которые да это будет медленнее но это будет правильно то есть так как в микросервисах понятие domain driven design там наверняка вы будете делать уже по новому без использования там каких-то старинных подходов поэтому domain driven design clean architecture ну в общем и так далее и тому подобное соответственно бизнес-логика будет выделена какой-то слой и вот данные должны через эту бизнес-логику проходить и заливаться собственно вот этот SQL если хотите Postgres MS SQL я не знаю сейчас MongoDB провайдер динтитэкранбург появился в общем вот таким вот образом ну и в этой связи собственно есть некоторые факты которые тоже хочу обучить озвучка будет следующим микросервисы намного сложнее и всегда сложнее чем монолит это нужно понимать потому что если у вас есть монолит вам не требуется инфраструктуры ну я имею ввиду я имею ввиду какие-то елки да какие-то там метрики какие-то там отдельные базы конфигурации между ними то есть вот это вот для монолита это не требуется он сам себе самодостаточный в монолите нет коммуникации посредством других протоколов например даже TCP IP это вряд ли возможно хотя теоретически может быть ну не говоря уже про HTTP про очереди про там gRPC эти коммуникации нет поэтому вам их не придется поддерживать в микросервисах всегда безопасность важнее ну в смысле даже так безопасность важна а так как она важна и у вас появляется коммуникация вам нужно думать и в этом в этой стороне то есть не только защищать какие-то role-based security строить на основе ролей собственно говоря или Clive-based security неважно в монолите вам еще придется и коммуникации защищать определенным образом а это уже другие протоколы и но если HTTP то это OS 2.0 например есть ли допустим какие-нибудь NQP ну в смысле очереди сообщений то это TLS ну в смысле сертификатами защищать в общем это нужно понимать соответственно логирование которое было у вас в монолите логирование которое будет в микросервисах это прям диаметрально противоположная точка потому что логировать нужно инфраструктуру логировать нужно сами бизнес-процессы и логировать нужно само поведение вот этих микросервисов и коммуникаций то есть между ними ну и сюда же также и складываются и метрические данные не мудрено предположить что возможно даже таких метрик и настолько серьезного и глубокого логирования у вашего монолита не было но если не было и придется делать если были то они выйдут на новый уровень и нужно понимать что микросервисы всегда сложнее чем монолит и это однозначно дальше для того чтобы ваш монолит побить на куски вам нужно определиться с контекстами для разделения потому что если у вас большая сложная система наверняка какие-то части вашего монолита взаимодействуют с другими собственно говоря частями вашего монолита на каком-то уровне может быть и вот как раз неправильное разделение может привести к увеличению к чрезмерному увеличению количество трафика который будет вашей микросервисной архитектуре поэтому нужно четко понимать в каком микросервисе что должно быть это может быть не одна сущность а несколько сущностей если говорить про domain driven design то в этом смысле неправильное разделение увеличит количество кода который вам придется написать и поддерживать и соответственно увеличит трафик который вы видите бессмысленно торгать туда-сюда для того чтобы просто получить какие-то данные связанные с другой это очень важно и прям это может привести к проекту может быть очень плохо ну и для этого чтобы уменьшить это чрезмерное количество трафика приготовьтесь нарушать первую нормальную форму то есть данные будут дублироваться а раз они будут дублироваться вам придется поддерживать их консистентность то есть если у вас на сервере на сервисе допустим профайл фамилия и имя отчества изменилась а на сервисе допустим заказы или там ордерс ну да заказы тоже есть фамилия и имя отчества вам тоже нужно будет изменить там ну чтобы не тягать фамилию пользователя из его профиля заказы это другой сервис поэтому в этом смысле придется нарушать и поддерживать это нарушение ну в смысле нарушать нормальную форму поддерживать консистентность ваших данных ну и дальше давайте поговорим про первый этап что нам нужно для начала для начала нужно определиться что вы будете делать каким образом какую архитектуру вы будете использовать оркестрацию, хореографию, event-driven, event-sourcing в общем их на самом деле очень много в зависимости от того какая ваша система как она работает по каким принципам насколько быстро или насколько долго в общем все это из-за того какие бизнес-процессы у вас протекают от этого зависит выбор этой архитектуры потому что при выборе архитектуры ну однозначно нагладывается какой-то отпечаток на то как вы пишете код с какими правилами с какими параметрами там не знаю распределенные какие-нибудь транзакции наличие их отсутствие поддержания и это очень сложно в том смысле что в обратную сторону вы все не переделаете вам придется просто писать заново я знаю такие проекты которые имеют несколько версий и одна-две версии они пишутся по году по два ну вернее писались и проекты в общем-то скоропостижно закончились потому что выбрала была неудачная неправильная система управления бизнес процессами в общем в какой-то момент все это перестало работать и в общем нужно выбрать архитектуру которая покроет ваши нужды и под нее придется отрихтовать ваш монолит определьте модули в своем монолите для того чтобы понять могут ли они работать автономно это наверное самый простой этап в том смысле что определив модули не нужно их сразу выносить в микросервисы вы просто сделаете таким образом чтобы ваши модули работали между собой между собой не напрямую убрав там данные а через очередь сообщений например это очень хороший пример когда вы в самом монолите обращение между какими-то модулями которые в последующем на следующем этапе будут вынесены другие репозитории просто отправить их работу через то есть отправить реализовать информацию обмен информацией между модулями на основе очереди сообщений это очень вам поможет в том смысле что когда вы вынесете проект собственно в отдельный проект то есть от монолита оцепите новый проект и запустите его на другом сервисе то очередь не перестанет работать вам собственно в этом будет простота как раз перехода ну и заодно вы как раз протестируете вот этот вот самый возможность разделения потому что если вы видите что у вас с одного сервиса с одного модуля в контексте одного монолита летит 100 сообщений а в другом 2 миллиона нужно будет понимать что это не нужно разделять это не модуль это часть одного модуля в общем вот эту сторону нужно смотреть ну и прежде чем соответственно что-то там какие-то телодвижения делать вам придется настроить ICD протестировать его чтобы он как бы не помешал вам при разделении потому что как только вы создадите начнете разбивать монолитные части у вас потребуется синхронизация значит доставка контента а это будет сложно если у вас сто пятьсот этих микросервисов то публиковать каждый поэтому и нужно довести до автоматики это для этого служит как раз тот самый ICD который нужно будет предварительно настроить и тестировать проверить и только потом приниматься за работу ну и собственно в втором этапе берете один из модулей выносить его в отдельный проект в репозитории в котором свой собственный ICD именно для этого в отдельный проект выносить и проверять его работу в контексте уже непосредственно микросервисной архитектуры то есть как он взаимодействует, какие летят метрики, как собираются логи то есть когда у вас один модуль просто начинает работать в отдельном месте теоретически вы можете протестировать всю вот эту первичную инфраструктурные настройки которые позволят вам в дальнейшем приносить другие без каких-либо проблем более того здесь у вас как раз будет процент того насколько ваша ICD работоспособна насколько возможность есть запуска двух микросервисов одного и того же модуля то есть вы проверите компонентность ну и прочие клауд дизайн паттерны так скажем их много и их нужно все проверить в смысле неправильно сказал подождите их нужно не проверить их нужно реализовать так чтобы они работали и не все подряд а те которые будут покрывать те боли которые будут появляться ну например ладно это будет сюрпризом поехали дальше ну и смотрите так как у вас появятся два проекта вам придется какой-то функционал вашего монолита и функционал вашего микросервиса в отдельного модуля который вы только что вынесли у вас появится общий функционал который потребуется для реализации во всех микросервисах и это будет очевидно как только вы первый модуль вынести вам придется добавить дополнительные проекты придется сделать общие проекты это могут быть нугит пакеты на мой взгляд самый простой вариант когда вы через нугит пакеты управляете общим контентом во всех микросервисах есть там плюсы есть и минусы но это самый простой вариант потому что есть я видел варианты реализации когда не делается нугит пакет а используется отдельный проект он подтягивается во все микросервисы это не очень удобно и вот честно говорю на мой взгляд нугит пакет проще дальше ну и после того как вы вынести этот самый модуль в отдельный микросервис вам потребуется уже настроить синхронизацию определение точек входа выхода данных я имею ввиду единых точек то есть если у вас будет этот модуль получать данные то в монолитии придется отключить или пока ставить включение в монолитии синхронизация с этим модулем то есть вот такие вот терки вам придется преодолеть ну и собственно настроить там все логирование метрики и все такое ну и когда у вас это все на самом деле будет отлажено соответственно все модули которые вы определили в монолитии раскидываются в разные части в разные проекты в разные репозитории для них также происходят все подпункты из второго этапа настройка в общем-то синхронизация и вот этих реализации нугит пакетов потому что наверняка заденет и добавит вам некоторое количество нугит пакетов в том числе принесение остальных модулей ну и дальше как я говорю вам нужно просто определиться насколько это вообще нужно потому что переписать монолит всегда сложнее чем создать новое приложение тут целиком и полностью все на вашей стороне вам придется решать и единственный вопрос для вас который с которым вы должны определиться что для вас проще и что для вас необходимо то есть распилить монолит иногда бывает очень сложно вплоть до невозможности и я видел такие проекты когда они просто бросались они держались там на плаву до последнего при этом параллельно писался набор приложений которые называются микросервисы и я даже присутствовал при одном моменте когда вот буквально там рубильник у сервера выключался монолит хранился если так можно выразить снова всяком случае с памятниками да там отработал 18 лет в общем и в целом его уже больше потом никто не включал этот сервер ну ладно неважно это уже нюанс то есть я думаю что я ответил на ваш вопрос и поэтому поехали дальше вопрос номер 257 как по вашему сайт используется ли в коммерческой блэйзер надо изучать и уже не актуальна технология так друзья но тут на самом деле достаточно сложный вопрос тут смотря что считается коммерческой разработкой я видел проекты которые сделал на блэйзере я считаю что они коммерческие и они на самом деле очень мощные я опять же хочу сказать про так сказать что вот партия да то есть три третьи лица да вот есть всякие разные компании которые выпускают компоненты обратите внимание у каждой из них появилась закладка блэйзер компоненты помимо там асп.нет компоненты в допе компоненты в общем эти компании на самом деле уже не слабо зарабатывать эти компоненты есть бесплатные но в общем блэйзер движется вперед и надо понимать что микрософт никогда не делает одну такую технологию который просто сделал похвастался и забил на нее нет так не бывает блэйзер это продолжение того декларативной разметки которая используется замал доппф майюай это точно вам не попредит более того есть и гибридные приложения которые используют и блэйзер сигнал аром и ассембли майюай там очень много того чего придется изучить просто блэйзеры конечно же недостаточно хотя теоретически при изучении блэйзера что что вам даст изучение блэйзера на самом деле вы сможете писать компоненты для своего сп.нет core приложения без использования джаваскрипта если вам нравится писать разметку разметку именно разметку на си шарпе ну это на самом деле хороший вариант если вам не нравится использовать джейс там в тех или иных случаях ну другой вариант да и в общем и в целом я считаю что это очень полезная штука более того я скажу честно он мне очень нравится я на нем на своем блоге сделал все компоненты именно на блэйзере потому что это удобно мне в принципе все нравится кроме того что вот в текущей версии там потери соединения при каком-то экземпшене теряется пишут там reload page но в девятой версии это решили и поэтому вообще в принципе я никаких претензий по идее к блэйзеру не имею более того переключившись на myui где-то в блоге на бусте у меня есть серия видео роликов про создание приложения на myui там блэйзер прям вкатил я просто чуть ли не копировал там некоторые нюансы тоже на самом деле очень просто то есть изучать нужно не фреймворк а технологию потому что блэйзер это скорее наверное платформа платформа для изготовления компонента понятно что эти компоненты могут строить приложения блэйзер причем блэйзер существует двух типов которые блэйзер сервер и блэйзер веб-ассембли в зависимости от того от чего вы будете писать быстрые там какие-нибудь игровые приложения блэйзер вам в помощь потому что он быстрее чем джава скрипт это как бы быстрее даже не блэйзер а веб-ассембли в который потом блэйзер превращается а вот веб-ассембли быстрее чем джава скрипта ну на 15-30 процентов по разным подсчетам и теоретически производительность вашего приложения то есть игрового приложения будет выше если вам нужна какая-нибудь серверная часть блэйзер тоже на самом деле я себя решаю хорошо потому что одно дело когда вы используете сигналары используете джава скрипт используете вот это вот все что нужно для того чтобы это все заработало в рантайме в смысле в реальном времени коммуникации сервера это на самом деле много технологий вам нужно знать но у вас блэйзер он только C-Sharp и разметку собственно вперед поэтому я бы рекомендовал все-таки познакомиться с этой технологией поближе более того она является началом большого стэка MyUI и Замаринфор вот все оттуда вот если посмотреть мне понравилось я думаю что вы тоже не огорчитесь и насчет неактуальной это вообще не правильный подход это очень короче актуальная технология концепции роутмэпа развития микрософтовского UI вот этого вот у меня большого контента потому что UI это и веб UI это мобильный UI это собственно говоря UVP приложение WP господи Universal Windows Platform вот 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 эти вот короче всякие мобильные штуки мобильные клиенты все вот это вот все про это самое то есть блэйзер это как бы такой первый шаг да когда они просто попробовали UI управлять из C-Sharp вот про это нужно смотреть а на то что это не актуально я думаю что прям вообще сильно актуально будет развиваться будет двигаться рекомендую номер 258 как лучше хранить файлы картинок для сайта где вы храните картинки для своего блога ну тут друзья тоже такая интересная песня давайте поговорим про основные да я знаю три параметра где можно три варианта да хранения вот этих картинок можно фапки upload на сайте своем как собственно говоря было изначально в моем блоге я опять же сейчас поделюсь с вами своим опытом дальше была возможность эти картинки перенести в базу данных хранить их в блог data параметров в колонках но я от этого отказался и еще третьего ряда облачного сетевого хранилища вот там S3 или сейчас их на самом деле очень много и там есть как бы совершенно почти бесплатный да там до определенного количества есть и платные есть с разными возможностями но в общем какое-то облачное хранилище отделенное от сайта и теперь давайте поговорим про каждый из них про плюсы и минусы и так если хранить в папке на сайте то есть как говорится и плюсы и минусы и собственно игры первый плюс это быстро и простая разработка самого я буду говорить про блог да а вы думаете и экстраполируйте на свою собственно игры систему блок достаточно писать просто нажал кнопку загрузить положил в папку все ссылки относительно папки uploads картинки показываются хорошо и чудно если нужно заархивировать сайт прям всю папку заархивировал в репозиторию бросил все отлично работает пласт работает в том смысле что пока вы не положите это все в репозиторию после как вы положите размер его начинает сильно расти начинает тормозить в этой среде ну а не дай бог вам еще придется потом использовать какой-то CICD ну например GitHub Actions да или там какой-нибудь TFS Azure DevOps там и тогда вот время публикация то есть выгружается же вся папка соответственно является частью вашего блога вашего проекта и вот эти вот там сто пятьсот этих картинок начинает выгружаться занимает время иногда ну например GitHub обрывает соединение потому что слишком долго копирование и это начинается проблемы в Movie соответственно если ваши файлы хранятся на вашем хостинге то размер диска обычно ограничен ну не обычно всегда ограничен за больший размер вам придется платить и в этом тоже есть некоторый минус потому что иногда это прям дорого в общем и в целом я понял что это не мой вариант потому что мой сайт публикуется через GitHub Action и вот время по задержке размер депозитория все это как бы вложилось я решил разделить его но при этом я проработал все плюсы и минусы для блок ну то есть для хранения в базе данных специально в формате и это не быстрая но относительно простая разработка когда вы полученную загруженную картинку трансформируете данные для хранения в базе данных закидываете в принципе тоже достаточно просто архивирование но уже базы данных вы за архивировали базу все нормально но минусы начинаются когда у вас там сто пятьсот картинок база соответственно растет и за нее хранение на хостинге тоже придется заплатить ну и еще также минусы когда вы хотите отредактировать какое-то изображение заменить его на самом деле то есть без специального кодирования у вас это не получится отлично допустим от хранения папки файлов заменили один файл на другой все отлично все работает а при хранении в базе данных это есть некоторые ограничения и сложности ну и как я уже говорил размер базы на хостинге ну тоже как бы ну то есть в какую-то копеечку вылетает ну и я от этого отказался я пришел к выводу что проще и правильный хранитель на облачном сетевом хранилище ну облачный наверное стильно сказано я поднял второй сервис который сделал API для моих картинок на моем сайте и если вы сейчас на любой картинке нажмете правую кнопку на сайте и увидите что в блоге у меня есть поддомен image.colowong.net где собственно работает API мной написанный который может по идентификатору отдавать картинки собственно говоря это все что он имеет ну соответственно там есть определенный функционал который позволяет загрузить эти картинки ну и управлять если храните в облачном хранилище ну или в сетевом или отдельном сервисе если хотите то ничто не мешает архивировать базу данных сайту если хотите все копируется максимально быстро при публикации картинки не учитываются существуют только псевдосвязи данных вернее в контенте ваших постов если говорить в контексте моего блога ну и вам придется написать немножко больше допустим кода который будет обслуживать вот эту вот передачу данных может быть потребуется дополнительный хостинг может быть потребуется даже платный хостинг если не хотите писать свой это придется заплатить там например за из 3 за облачное хранилище ну и есть некоторые нюансы я при переходе попробовал яндекс и выяснилось что ссылки он выдает временные в общем я всю инфраструктуру под него подстроил запустил сайт а ссылки начали пропадать оказалось служба яндекса не готова предоставить ну ладно это не важно в общем если вы не используете уже общеизвестный каким-нибудь поистри опять же назову то вам придется поискать нужное хранилище ну либо написать свое как я собственно говоря таким образом подведем итог что выбор вот этого вот самого места хранения ваших картинок всегда зависит от того какого размер ваш проект посещаемость ресурса наличие бесплатной инфраструктуры допустим если у вас предприятие имеет свою инфраструктуру то конечно лучше по нигде способ доставки какой оси сиди вы используете платный далекий или кастомно собранный но в общем тут как бы так далее и тому подобное у меня нет конкретного совета ну ванны придется решить самостоятельно тем не менее советы и рекомендации я вам отзвучил вопрос номер 259 как правильно определить количество необходимо модульных тестов ну видимо юнитестов и сколько утверждений должен содержать один тест ну давайте так рекомендуется одно утверждение на тест потому что тест это как раз атомарный единиц который проверяет один функционал то есть было исключение не было исключения было такое сообщение не было сообщение пришел объект не пришел объект иногда я видел и по два утверждения и по три но они как бы с точки зрения защиты работ самого теста то есть если есть ли допустим значение такого выходе на результата либо этот вообще результат может быть нул так вот прежде чем проверить значение лучше конечно проверить его на нул и поэтому это подтверждение может быть до трех ну обычно одно можно до трех это если кратенько ну а если допустим пойти по пути на большем сопротивление еще десяток слайдов вам покажу потому что если у вас возникает такой вопрос то видимо что-то пошло не так другими словами есть концепция хорошо концепция правильно и надо не забывать что юнит тесты могут быть такими что они просто не работают или они работают неправильно или ничего не тестируют их может быть хоть миллион если это бессмысленные тесты ну например да как вариант то ваши юнит тесты вам не помогают они просто тратят ваше время убивают вашу производительность на корню во первых их поддерживать во вторых их писать ну и собственно говоря если они бессмысленные то это трата времени давайте пробежимся по некоторым слайдам которые собственно верно должны дисциплинировать разработчика который пишет юнитесты с тем условием чтобы не возникало такого количества вопросов и так плохо если я не могу писать юнитесты я не могу писать тесты потому что этот класс является статичным и я собственно говоря привожу я привожу слайды из моего одного видео но вернее там серия видео я покажу что это видео и данную его ссылку но это важно да вот когда вы вот вот этими вот аргументами которые сейчас я вам показал на экране хоть один из них есть это на самом деле уж плохо и раз вы уже пишете юнитесты значит это уже как минимум хорошо и и для этого нужно определиться что такое хорошо и правильно я могу писать юнитесты я могу писать тесты используя абстрактный класс интерфейс и другие принципы то есть иногда можно написать такой код который просто физически невозможно покрыть юнитестами а для того чтобы можно было покрыть надо разрывать зависимости надо делать абстракции и это очень даже хорошо но с точки зрения банальной традиции хорошо не всегда правильно и давайте поговорим про правильно и так ваши юнитесты должны выполняться быстро ваши юнитесты должны быть изолированы от внешних систем и зависимости как бы без вариантов ваши тесты должны повторяться без каких-либо проблем ваши юнитесты должны сами себя контролировать то есть если у вас есть например если у вас есть проверка количества записей в списке то потом можно проверять нет смысла проверять на каждый но нужно проверять и конкретные вставки вашего списка мне надо сложно это рассказать и показать ну то есть как сказать по-русски то по-русски это правильно сказать если у вас есть юнитесты они должны каким-то образом перекликаться между собой проверять одни и те же данные в разных тестах вот так вот наверное юнитесты не требуют много времени на поддержку роботоспособности то есть при изменении какого-то функционала в реальном приложении поддерживать юнитесты там буквально правка там если не автоматическая там при использовании каких-то замен и рефакторинга автоматического встроенная visual studio или допустим resharper или rider то не требует много времени нам добавить какой-то параметр удалить параметр из конструктора вот это должно быть быстро происходить если вам для этого там нужно пересоздать вселенную чтобы там один тест заработал это тоже не совсем правильно правильно если код ваших тестов будет покрыт проверочным кодом это я как раз про то перекрестное взаимодействие юнитестов с вашими реальными данными или тестовыми данными ну в других тестах то есть если вы несколько раз использовали там количество записей в листе с разными параметрами да то это как бы один вариант если у вас тесты между собой не связаны ну можно поймать интересные штуки а вы знаете как писать код так чтобы можно было покрыть юнитестами менее связанными то есть как раз вопрос о том что ну не весь код можно покрыть юнитестами и более того скажу что не нужно весь код покрывать юнитестами есть разные практики которые просчитывают покрытие юнитестами тестами там тестабилити вот это вот все друзья это просто трата времени вам нужно я давайте так я делаю так мне нужно покрыть тестами определенный функционал и этот функционал у меня атомарный который я могу просто покрыть тестами и забыть вынести там в сборку какую-то и я точно знаю что это работает правильно я точно знаю что это никогда не изменится вот эту штуку я покрываю тестами но если вдруг я что-то потом куда захожу в какой-то проект обычно я делаю в нугит пакетах начинают делать какие-то изменения в прогнании юнитеста и я точно уверен что это продолжает работать то есть пользователи этих нугит пакетов точно знают что у меня там ничего не сломалось все отлично работает и я в этом уверен а вот когда вы каждую строчку кода покрываете там юнитестами но с точки зрения банда юндиции это просто трата времени потому что тогда вы сами себя зажимаете в рамки на внесение нового функционала давайте вернемся к следующему пункту вы знаете как интегрировать новый функционал более простым способом то есть понимая того как пишут юнит тесты то есть понимая вот эти вот разрывы то есть несвязанность вы новый функционал вводите таким образом чтобы он был отдельным чтобы он покрыт юнитестами и тогда просто количество тестов добавляется при этом функционал у вас получается не связан ну и вы знаете что ваш код защищен от регрессии при написании нового кода то есть вы ввели какую-то новую функциональность и прогнали тесты и вы знаете что ваш новая введенная функциональность ничего не сломало где-то там в старом коде который был когда-то написан давно год-полтора-два назад нет на самом деле как раз защита от регрессии более того при использовании тестов вы понимаете что если вы там нечаянно нажали кнопку публиковать нечаянно да то если у вас не прошли юнит тесты то соответственно до конечного потребителя ваше приложение не дойдет оно упадет на моменте прохода через юнит тест поэтому очень хорошая штука полезная ну и функциональный тестирование позволяет вам сократить временную разработку нового функциональности то есть при введении нового функционала вам не нужно все проверять все функциональности всех предыдущих там каких-то фич прогонять их там и тест кейсы и юзер кейсы там вот это вот вы ввели по большому счету прошел в основном то есть ну как минимум на первичном этапе да тут бывают конечно такие которые юнит тестами не покрыты но это как бы опять же на вашей стороне если вы покрыли юнит тестами то это будет покрыто если не покрыли значит не будет ну и тут еще немаловажно знать некоторые нюансы и знать и понимать зачем нужно название тестов например правильно и разные разработчики выбирают разные подходы я принимаю во внимание когда тест содержит имя тестируем метода или свойства которые соответствуют этот содержит сценарий то есть что в этом методе делать чтобы понять по тому списку тестов какой из них вывалится и что в нем непосредственно произошло ну и содержит обязательно правильное поведение при вызове этого сценария ну то есть когда допустим какой-то объект метод его какое-то использование и что должно быть в итоге да и когда у вас тесты падают вы точно можете понимать что вот этот объект когда ему дергали вот этот метод должен дать такое значение а он его не дал вот это просто понятно будет потом определить как там собственно говоря где лечить как куда искать а если допустим это какие-то микросервисы там вообще достаточно сложно бывает найти а вот так вы точно знаете в каком месте чуполовато полова полова наверное ну и собственно говоря есть разные принципы формирования тела а у меня теста есть а раньше ну то есть так за 3a guard session record repair verify и другие нужно какой-то выбрать один я выбираю первый arrange fsr вот мне кажется это более понятным то есть сначала вы создаете необходимые данные для этого потом производить какие-то действия и проверяете утверждение ну и надо понимать что есть договоренности написания кода вот когда они собственно говоря все вместе это хорошо ну и надо понимать что все униотесты должны быть устойчивы к изменениям кода это как бы без вариантов тесты ближе к поведению нежели к реализации нельзя ну в смысле можно конечно но смысла в этом нету нужно проверять тестировать как раз именно поведение объекта это будет больше в пользу в том смысле что меньшее количество униотестов нужно писать и вы проверяете сами правила бизнес-логики которые у вас должны быть то есть реализация может быть по-разному но в итоге поведение должна быть ну как минимум одинаково ну если у вас конечно бизнес-процессы поменялись то и это придется повинять ну и еще когда у вас юнитесты содержат ключевые перемены expected and actual то есть тот человек который приходит посмотреть на ваши юнитесты вы увидите слово expected будет смотреть параметры увидит слово actual да и будет понимать что с чем сравнивается потому что иногда в юнитесте нужно напихать чуть чуть попозже информацию чуть поменьше но ключевые моменты что ищем с чем сравним всегда актуально перед глазами ну и еще есть такое понятие как live unit testing visual studio но с недавнего времени вообще на сайте уже очень давно появилось это когда прям в реальном времени вы пишете прям код реальный код а юнитесты прогоняются и показываются что у вас сломалось на момент работы вашего приложения в данном случае есть какой-то метод который publish provider у которого есть проверки и вот обратите внимание зелеными галочками показано что этот юнитест прошел а вот в 16 строчке например этот не то что не прошел он не покрыт к вопросу о том сколько нужно юнитестов или какие тесты нужны вот как только у вас будут все зеленые галочки вот при этом подходит это на самом деле предоставляет visual studio есть надстройки всякие разные для visual studio есть платные бесплатные есть в райдере такие же подставки настройки при изне какого-то кода ваши вот эти галочки в реальном времени показывают что это покрыто мини-тестами это не покрыто соответственно как только у вас вот это все зеленое покрыто можно в принципе остановиться и не выдумывать какие-то еще собственно говоря дополнительные галочки я скажу что я когда-то делал на youtube канале вот эту серию роликов называется видео тестирование там почти все что я сейчас рассказал даже чуть больше с примерами и так далее и тому подобное в общем если интересно посмотрите я думаю что это будет полезно ну и на этом на этом я с вами вынужден обращаться вопросов больше нет и слайды у меня закончились так что вам всего доброго и пишите правильников